Прокуратура Волжского проводит в эти дни выездные приемы, на которых разъясняет горожанам законодательные новшества о сфере ЖКХ. Столь пристальное внимание надзорного ведомства к этой теме связано с тем, что к прокурорам поступает от Волжан тысячи жалоб жилищно-коммунального характера. Елена Нылкова продолжит. Проблемы ЖКХ не перестают оставаться злободневными. До наведения порядка в этой сфере еще очень-очень далеко, уверены люди. Масло в огонь подливают еще и разного рода новшества. Не успели собственники жилья разобраться с начислением ОДН, им добавили новую платежку за капремонт. А еще масса вопросов у жителей Волжского к способу управления домом, формированию коммунальных тарифов, установке общедомовых счетчиков. За полтора года ОДН вырос десятикратно. От 50 кубов до максимального количества до 500 кубов. И поэтому тут непонятно. Причем потребление ОДН самого и в летнем режиме, и в зимнем режиме, оно практически одинаково, что невозможно. Потому что так как сейчас считают ОДН, учитывая полив и так далее, то это практически невозможно, чтобы зимой и летом эти цифры не сопоставили. Я не знаю, кому можно доверить обслуживание наших домов, как правильно выбрать компанию. Нам вот предоставили возможность выбрать Лада дом, то есть они рекламируют себя, но нет уверенности в том, что не пропадут такие же миллионы, как ООО ЖУК, 48 миллионов из карманов жителей. Управляющая компания ведет себя не очень корректно, очень независимо, не работает с жильцами, с собственниками. Забывает о том, что мы собственники, а не наемные работники. Они должны прислушиваться к нашим просьбам, к нашим решениям, к нашим вопросам, которые наболели. О жилищно-коммунальных вопросах, которые наболели – разговор на встрече жильцов с представителями городской прокуратуры. Больше всего Волжан возмущает введение платы за капитальный ремонт домов, особенно если речь идет о далеко не новых зданиях. Люди недовольны тем, что при введении в порядок высоток, в которых за долгие годы ни разу не проводили серьезный ремонт, теперь переложили на плечи собственников. А почему такое? Вы не стоите на защите этих интересов наших. Это наши интересы, потому что мы 30, 40 лет, 50 лет стоять дом. Это ему действительно, он уже все ресурсы свои исчерпал. Плата за капремонт – требование жилищного кодекса страны, разъясняют прокуроры, и его надо исполнять. Другое дело, что жильцы могут заметно приблизить сроки проведения ремонтных работ в своей высотке. Для этого взноса нужно перечислять не в общий котел, региональный фонд, а открыть спецсчет на отдельный дом. Кстати, именно такой способ накопления платежей на начало действия программы капремонта осенью прошлого года выбрали в Волжском только 19 домов. Много нареканий озвучили горожане к работе управляющих компаний. Много непонятного, непрозрачного. Подобные жалобы, пояснили сотрудники прокуратуры, в городское ведомство поступают тысячами. Выходим с проверками, истребуем информацию контролирующих органов. К нам поступает из госжилой инспекции информация, какие управляющие компании допустили нарушения. Мы сами выявляем какие-то такие нарушения. До 1 апреля жильцам надо принять решение, кто будет заниматься содержанием их дома – ТСЖ, либо управляющая компания. Непосредственное управление, когда собственники квартир напрямую заключают договоры с поставщиками воды, тепла, света и газа, разрешено сохранить только в небольших зданиях – до 16 квартир. Определить способ управления домом может общее собрание жильцов. Но, как показывает практика, приходят на них единицы. Но даже самые активные и грамотные в вопросах ЖКХ не вправе решать за всех живущих в доме. Народ очень неактивный. Например, у нас они говорят, ой, вы все знаете. Ну, знаю я, читаю, разбираюсь. Но я хочется больше позитива и конструктивной работы. Всем вместе. Тогда мы что-то сделаем, сдвинем. И будет порядок во дворах, и будет порядок в подъездах, и будет ремонт производиться. Если жильцы до апреля не проведут собрание, не примут решение, кому отдать на содержание свой дом, за них это сделают местные власти. Но тогда вопрос, почему моя управляющая компания работает из рук вон плохо, надо будет задавать самому себе. Елена Лыкова, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».